Здравствуйте, это компания Vivo Telecom и мы сегодня познакомим вас с DDS генератором от компании Vector Это новая модель, называется модель 2015H Прямой синтез, соответственно, множество различных форм, которые генератор может создавать или преобразовывать из цифрового вида в аналоговый Начнем мы... Это, кстати, один из самых доступных генераторов на сегодняшний день от достаточно известной марки Vector С чего начнем? Начнем с комплектации и далее проверим, какие... Ну и конструкцию тоже посмотрим и проверим, какие формы он может генерировать и также точность создания форм, то есть амплитуды, частоты и здесь он также может генерировать и постоянное напряжение поэтому проверим и это Все, давайте начинаем тогда с комплектации Так, в комплекте поставки идет сам генератор, документация Далее, сетевой адаптер для подключения к сети 220 вольт Шнурок BNC, BNC Далее, шнурок BNC Крокодил Крокодилы, две штуки Два таких шнурка И разъем USB, стандартный USB и USB Centronics, так называемый USB Type A, насколько я помню, он называется Ну, вот такая комплектация Потребление, кстати, у адаптера сетевого до полутора ампер Выход 5-ти вольтовый Вот такой цилиндр на подключение питания Корпус Кнопка включения питания ЖК-экран цветной 2,4 дюйма Кнопки вспомогательные Это мы посмотрим при включении Ну, то есть, их назначение меняется Кнопка выбора режимов генерации Ну, или типа сигнала выходного Внешний вход Два выхода Двухканальный генератор Волкодер Для задачи также Ну, для различных функций он используется Например, для изменения амплитуды сигнала Ну, и других числовых значений изменения Для выбора Скажем Разрядов, да, каких-то Используются кнопки Влево-вправо Ну, и дальше мы уже посмотрим Управление тогда при включении Внизу у нас есть откидная ножка Для установки генератора под наклоном Есть такие вот ножки для того, чтобы немного защитить от скольжения на горизонтальной поверхности Далее, сзади у нас есть последовательный выход Обозначение контактов нанесено на корпусе Отверстие для охлаждения Охлаждение пассивное, насколько я понимаю Там вентилятора нет активного Вход питания 5-ти вольтовый И выход для подключения компьютера USB Шнурок идет в комплекте, как вы видели Ну, вот такая конструкция Так, смотрите по управлению Кнопка включения питания Дисплей, обратите внимание, очень контрастный и яркий Сразу два канала отображаются на дисплее Соответственно, это вспомогательные кнопки Выбирают в данном случае частоту, амплитуду, смещение Коэффициент заполнения, да, и фазу Соответственно, вот эти отдельные кнопки Форма сигнала выбирается, как видите Какие формы здесь у данного генератора есть Здесь задаются режимы Тут системные настройки Выбор каналов CH1, CH2 Сейчас он выключен, обратите внимание, красным горит Ну и можете изменять, например, выбирая частоту ручкой Можете изменять значение Разряд выбирается кнопками влево и вправо То есть, если, допустим, сейчас вот стоит 10 Гц Да, то, например, можно выбрать 110 Гц То есть, управление предельно простое Канал активируется нажатием соответствующей кнопки Можно сразу 2 включить, чтобы работало сразу 2 канала Так, давайте я вам формы сигнала еще покажу То есть, синус, сквейр, пульс, триангл Ну и дальше Вот, кстати, DC выбирается здесь отдельно То есть, можно постоянное напряжение подавать Полуволна, полная волна Шум Мультитон Синхронизация Лоренц Ну и вы также можете задавать свои какие-то формы Их здесь 15 штук различных Но давайте начнем тогда мы все-таки с DC Посмотрим, как он будет, насколько точно будет выдавать напряжение постоянное Так, подаем постоянное напряжение Смотрите, вот от этого значения, да Фактически ничего не зависит Именно амплитуда задается Вот этим вот параметром Offset То есть, вот 2 В я сейчас подаю, да 2 В у нас идет на мультиметр поступает Если я сейчас буду добавлять здесь значение То есть, 4 В, да, я offset даю Вот, вы видите, 4 В у нас подается С небольшой погрешностью Как вы можете видеть 4,09 В Подается Давайте я сейчас Увеличу Так, offset подается до 10 В Здесь у нас Погрешность еще более Становится высокой 10,35 В Так, давайте я, наверное, на 5 тогда уйду 5 В ровно 5,23 В Вы можете видеть Давайте я буду увеличивать Амплитуду 6 В В принципе Как вы видите От этого значения Фактически ничего Не зависит То есть Именно offset Задается в режиме DC Значение Выдаваемого напряжения Так, ну давайте теперь Синус будем подавать Оффсет сейчас мы тогда Уберем Вот Вы можете видеть, да Что 5 В так и подается Со смещением Сейчас мы его тогда Уберем На нолик Так Так Теперь мы подаем Синус Что плохо в этом генераторе Вот это значение 8 В Да Оно Фактически Задается Только От пика до пика То есть Так называемое ВПП То есть Напряжение в 3РМС Задать нельзя Нигде Ни в настройках Этого нет Соответственно Только Вот в режиме От пика до пика Вы можете подавать Вот сейчас 8 В Мы подаем Как видите На мультиметре 2,9 В Потому что Он измеряет Именно значение 3РМС Так Теперь давайте Посмотрим Сигнал сам На Осцилографе Как он у нас Выглядит Этот синусоидальный Сигнал Ну вот видите Плюс 4 В Минус 4 В Погрешность Есть Небольшая То есть Сейчас мы Должны 8 В Выдавать Он у нас Выдает Больше От 4,2 Грубо говоря До 4,1 Вниз Так Давайте Я Поменяю Тогда Форму Сигнала Например На Square Несколько Неудобно Есть Конечно Небольшая Погрешность Во фронтах И все Так же 8 В Подается Тоже Погрешность В Амплитуде Достаточно Большая Так Ну давайте Вот импульсный Сигнал Подадим Тоже На фронтах Есть Небольшие Искажения Пилообразная Так Лоренц Это у нас Сигналы Синхронизации Мультитон Ниспадающие Восходящие Шум Генерируем Так Это Негативная Ступенчатая Ну Ступенчатая Спадающая Восходящая Ступенчатая Это Полная Волна Полуволна Это DC Кмоз Синус Сквер Ну и Возвращаемся К синусу Ну в общем Генерация Нормальная Но Единственное Что есть Конечно Искажения Небольшие На Фронтальных Участках Участках Кстати Смотрите Я неправильно Сказал Вот В разряды Точкой Отделяется Целая Часть Соответственно Сейчас 100 КГц Излучается Конечно А не 100 Гц Так Давайте Еще раз Посмотрим Смотрите 100 КГц Мы Излучаем Амплитуда От пика До пика 1 вольт Смотрим Что у нас На Осциллографе Так ВПП Как вы видите От пика До пика 1,15 Вольта Частота До 100 КГц Давайте Я поменяю Тогда Форму Сигнала Так Здесь У нас 100 КГц Ровно От пика До пика 1,20 Сотых Ну или 22 сотых Две десятых Ну то есть Чуть он Амплитуду Конечно Завышает Ну что Давайте Заканчивать Обзор Генератора 2015H От компании Виктор Да Мы Никаких Чудес По Точности И по Красивости Формы Сигнала Не ждали То есть Все равно Он выдает Сигналы С некоторыми Некоторыми Искажениями Амплитуда Сигнала Трю РМС Что Может быть Плохо В некоторых Случаях А так В целом Нормальный Прибор Все более-менее Продумано По интерфейсу На все У кого вопросы Есть Задавайте их В комментариях Это Виво Телеком Подписывайтесь На канал Всего доброго До свидания